Это флекс, это переработанная канистра. То есть это берется вот это и сам? Это уже дробленная, мытая продукция. Флекс, гранулы переработанных ПЭТ-изделий получают из пластиковых крышек, пакетов, бутылок. Из такого материала можно соткать куртку. На заводе вблизи Благовещенской из него производят уличную мебель. Для одной лавочки необходимый металлический каркас, красящий пигменты, 120 кило песка и 50 кило пластика 2-го и 4-го классов. Это шуршащие пакетики, одноразовая посуда, флаконы от шампуня, жидкого мыла, ведра, тазы и прочее. И все это плавится при температуре 230 градусов. То есть здесь вот поддон, можно сказать, да? Идет эта масса, обязательно взвешивается. Взвешивается, да. И укладывается в пресс-форму. Оттуда старый пластик выходит, изменившись до неузнаваемости в виде ламели. Это элемент, похожий на дощечку, но отличается повышенной прочностью. Материалу не страшны дождь, ветер, перепады температуры, вандалы. Вот попробуем что-то нацарапать. Вот царапинка получается, да? Получается. Ее, говорят специалисты, можно просто зашлифовать надписи, сделанные с помощью баллончика или краски, стереть обычным растворителем. В ближайшее время почти 250 таких скамеек установят в парках и на общественных территориях в Благовещенске. Причем лавочки город получает в подарок от Сибура. Благодаря проекту «Реформа» во время визита на предприятие у мэра Олега Имамеева родилась и интересная задумка. Идея какая? Мы создадим такой конкурс по школам, ну по школам, да, где дети на данные пробки получат, ну или приз, или какой-то изделий, который выставили. Представляешь, выпускники к своему выпуску на память в школе сделали лавочку, которую они сами собрали крышки, или какой-то приз. Вообще в месяц предприятие перерабатывает по 20-30 тонн пластиковых отходов. В планах изготавливать из получившегося материала не только скамейки, но и шезлонги, ограждения, столики и даже тротуарную плитку. Поэтому Олег Имамеев призвал не выкидывать крышечки и пакеты, сдавать их. Тем более акция «Город-берегу. Раздельный сбор» проходит каждую третью субботу месяца на площади ОКЦ.